Увидеть самые мелкие сосуды, сердце, суставы и всё в высоком качестве изображения можно на уникальном аппарате МРТ. Уже полтора года врачи Ульяновской областной клинической больницы проводят ежедневные исследования. Выявляют инсульты, опухоли и самые тяжёлые болезни. Этот аппарат сверхвысокопольный, трёхтысловый, это единственный аппарат в диагностике такого заболевания, как рассеянный склероз. Проводилось научное исследование и было доказано, что с применением этого аппарата по сравнению с предыдущими полуторатый словами аппарата диагностика очагового поражения белого вещества головного мозга увеличивается на 38%. Кроме этого, мы можем оценить также активность процесса и оценить эффективность лечения проводимой терапией. Показанием к обследованию на высокопольном магнитно-резонансном томографе также может быть болезнь Паркинсона, стволовые инсульты, нарушение кровообращения головного мозга, эпилепсия, болезнь Альцгеймера и прочие серьёзные патологии. Противопоказания к процедуре – металлические протезы, болты, пластины и брекет-система. Врач-невролог Ульяновской областной клинической больницы рассказывает, их пациенты тяжёлые, а уникальный томограф ежедневно спасает кому-то жизнь. Отбираем пациентов, учитывая клинические показания, то есть если у нас есть какие-либо сомнения в диагностике острой сосудистой катастрофы, то есть если мы проводим, ещё раз говорю, диагностику с опухолю головного мозга, рассеянным склерозом, энцефалитом, то есть воспалительными изменениями головного мозга. И здесь показания для проведения МРТ, конечно же, определяет доктор, но не больной. Наши пациенты тяжёлые, поэтому в принципе сказать, что я хочу на МРТ, они не могут. То есть здесь только доктора определяют. Качество современной медицины оценивают и сами пациенты. Анастасия проходит лечение уже три недели и за это время консультировалась с московскими специалистами. Сейчас проходит полное обследование на современном томографе. За три недели это уже пятая БРТ. И шейного отдела, и грудного, и спинного, всё проверяли. Вроде как всё нормально, но сейчас посмотрим последнее. Вроде должно тоже, я надеюсь, всё показать, что всё хорошо. И просто нужно время, чтобы восстановиться, чтобы ноги восстановились, и я начала ходить опять. Аппарат появился в больнице в марте 2021 года по нацпроекту здравоохранения по программе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Стоимость томографа составляет более 93 миллионов рублей. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.